Хочу сказать, что очень часто есть, бытует такой миф, что когда мы питаемся, питаемся белком, мы кормим опухоль. Это не так. И проблемы, с которыми сталкиваются онкологические пациенты, они многогранны. Но недостаточность питания часто является именно тем камнем преткновения, который усугубляет наши проблемы, которые возникают у наших пациентов. Что я еще могу сказать? Это пример, может быть, не очень корректный, но достаточно четко всеобъясняющий. Организм – это умный биологический компьютер, который нацелен на то, чтобы, несмотря на любой ситуации, сделать так, чтобы обеспечить работу всех своих систем. Издревле человек – это, по сути, животное, которое имеет зубы. Зубы, чтобы жевать белок, чтобы жевать твердую пищу, то есть, по сути, мы млекопитающие. И нам для полноценной жизни нужны жиры, углеводы, белки. Когда возникает онкологическое заболевание, хирургическое лечение – стресс, лучевая терапия – стресс, а химиотерапия – огромные белковые потери, организм как никогда нуждается в белке. Ну, например, если мы с трудом можем съесть куриную ножку, а представьте себе, онкологическому пациенту нужно съесть таких 7 куриных ножек, когда он получает химиотерапию. Ну, 7, конечно, я утрирую, кому-то больше, кому-то меньше, но мы же не съедим 7 куриных ножек. Да их есть-то не хочется еще отвращения к этой пище, когда особенно проводится лекарственное лечение. И поэтому, ну вот я начала со сравнения, вот девочки, которые болеют булимией, они не едят, не едят, не едят, а в какой-то момент наступает истощение, и никаким методом им уже не помочь, потому что организм… А что он делает? Я не получаю белка. Хорошо. Организм тогда начинает брать белок из мышц. Он перестраивается таким образом, что та недостаточность белка, которая есть у человека, начинается брать из мышц, и человек начинает худеть. Начинается кохексия, начинается тащение. Она может быть связана с интоксикацией в результате онкологического процесса, но она может быть индуцирована самими, нами. Из того, что мы очень много сейчас читаем литературу, мы читаем очень много источников интернета. И мы все, конечно, мы стараемся сделать все зависище, что максимально себе помочь. Но вот те источники информации, они часто основаны на мифах. Поэтому пациенты, которые получают лечение, особенно по поводу заболевания онкологического, они как никогда нуждаются в белке. Причем в грамотном белке, грамотно подобранном. И вот посмотрите те проблемы, которые возникают у онкологических проблем. Слабость. Слабость, она может быть следствием интоксикации, она может быть следствием воздействия химиотерапии на центральную нервную систему, она может быть следствием анемии. А анемия в ряде случаев может связана с белковой недостаточностью. И когда мы видим низкий гемоглобин, опять-таки надо подумать, а правильно ли пациент питается, а не ограничивает ли он себя в белке. Потому что так написано где-то в интернете, что когда мы едим белок, мы кормим этим белком опухоль. По сути, чтобы не лукавить, и у вас всех было правильное понимание, что опухолевая клетка по сути это нормальная, то есть это клетка организма, над которой организм потерял контроль. Вот мы сидим, и у каждого независимый из нас, и у меня в том числе, образуется опухолевая клетка. То есть клетка родилась, клетка умерла, клетка родилась, клетка умерла. В какой-то момент произошла проблема, и клетка приобрела бесконтрольное деление. Почему это происходит? Да непонятно. У нас есть основное заболевание, можно назвать это или некорректно это назвать, это возраст. Мы меняемся от младенчества до возраста. У нас определенный период жизни у кого-то 120 лет, где-то я даже прочитала в Библии 180 лет. Но на протяжении вот этого возраста у нас у всех возникают клинические значимые заболевания. И основная задача любого заболевания, которое возникает у любого человека на том или ином этапе, его эффективно стабилизировать. Возможности сейчас для онкологических пациентов есть. Но это требует времени, терпения, сил. И я, может быть, скажу такую вещь, но Бог дает человеку ровно столько, сколько он может вынести. Испытания? Да. Для чего это испытания? Но это философия, философия жизни. Может быть, для того, чтобы по-другому поглядеть на эту жизнь. Может быть, для того, чтобы уделить больше внимания семье. Может быть, себе уделить. Может быть, понять, что живем мы здесь и сейчас. И у нас есть прекрасная семья, прекрасное окружение, погода. Много всего, что можно посмотреть по-другому. И так это происходит, когда случается беда. Но беда – это не всегда беда. Мы свою жизнь можем сделать рай адом и ад раем. Поэтому очень важно, когда в нашей мультисциплинарной команде, наряду с реабилитологом, который помогает восстановить функцию, это врачи ЛФК, врачи, наши онкологи, которые помогают пациентам справиться с недостаточностью кишки, и мочевого пузыря, и, конечно же, психологи. Потому что наша задача не только воздействовать на опухоль, у меня как химиотерапевта, а важно, чтобы на макросистему, на эту макросистему, воздействовать так, чтобы мы максимально делали все, чтобы прежде всего себе не навредить, а помочь. Так вот, посмотрите, проблем-то действительно много, которые возникают на фоне противоопухоли лечения, или вследствие самого опухолевого заболевания. И меняется вкус на фоне лекарственного лечения, могут возникать воспаления слизистых, трудности восстановления мышечной массы. Поэтому надо не только правильно питаться, но и заниматься ЛФК. Потому что движение – это жизнь. Еще Гиппократ говорил, если бы мы ели столько, сколько нужно, и двигались столько, сколько нужно, многих проблем могли бы избежать. Организм – это умный биокомпьютер, он любит лениться. Но если заставить с утра себя улыбнуться, сделать какое-то движение, организм перестраивается, он уже настраивается на другой лад. И нам, врачам, а мы работаем, мы стараемся, чтобы не только мы, наши онкологи, проводили высококлассное специализированное лечение, а чтобы еще пациент получал рекомендации на момент выписки. И эти рекомендации должны касаться, если это показано, и в том числе и по нутритивной, по питанию пациентов. Задачи ранней реабилитации, то есть это даже где-то говорится при реабилитации, дальше важно, а реабилитация должна начинать с момента постановки диагноза. Уже сам факт, что вы попали к онкологу, вы попали в онкологический центр, вы попали в МИЦ, уже помогает вам понять, вашему организму, что да, вы на месте, лечение начато, лечение начато правильно. Но в ряде случаев онкологу задача, как я, например, как специалист лекарственного лечения, не только важно назначить противоопухоль лечения, но максимально восстановить утраченные функции. Это обеспечение поступления достаточного количества энергии, макро- и микронутриентов. Не всегда это есть в нашем обычном питании. И здесь нужно специальное медицинское питание. В отделениях это и у желудочно-кишечного тракта. Наряду с химией терапии пациенты получают такие бутылочки, которые врач говорит, да, постепенно маленькими глоточками нужно пить. И я еще хочу сказать такую вещь, о которой надо помнить. У нас в кишечнике живет 3 килограмма бактерий. Представляете, 3 килограмма бактерий. И мало того, что нужно понемножечку, но постоянно питаться, сбалансированно питаться, нужно каждый день следить, чтобы был стул. Потому что 3 дня отсутствия стула приравнивается к почечной недостаточности. И более того, от кишечника, от работы кишечника зависит и иммунитет. Поэтому наши дети очень часто болеют, когда мы начинаем неправильно назначать антибиотики или по любому пустяку на эпопеи антибиотики. Угнетается микрофлора кишечника, вот эти бактерии, которые должны быть в норме. Заселяется патогенная микрофлора. И нарушается взаимодействие с лимфоцитами. Детки начинают болеть. Я к чему, подводя к нашим вопросам, к лечению ваших проблем, которые возникают на фоне лечения. Важно питаться. Питаться постепенно, понемножку. Следить за кишечником, пить достаточное количество воды. А вода – это тоже жизнь. Вот примерно 50... То есть нужно на каждый килограмм массы тела где-то 50 миллилитров воды. Вот если я вешу, например, 50 килограмм, ну плюс-минус, я уже утрирую, чтобы легче посчитать, 50 умножить на, соответственно, 50, это 2,5 литра жидкости я должна чистой воды выпить за день. Конечно, не надо ее принимать после 7 часов вечера, чтобы наутро проснуться отекший. На протяжении всего дня нужно пить. Представляете, мы должны не только пить, мы должны есть дробно, постоянно, понемножку. Мы должны следить за мочеиспусканием, следить за своим ежедневным стулом, чтобы он был, да. И питание, которое мы проводим, мы должны двигаться, а питание должно быть сбалансировано. И вот мы, онкологи, занимаемся не только реабилитологи ранней реабилитацией, но и отсроченной реабилитацией. И здесь важна активность. Уже отмечено, что пациенты повышенного питания, у них выше риск различных кардиологических осложнений. Даже если говорить, например, о раке молочной железы, нужно стремиться к нормальному, то есть к ненормальному, а к приближенному к норме массы тела. Потому что в жировой ткани синтезируются эстрогены на периферии из андрогенов под действием фермента ароматаза. Поэтому нужно двигаться, нужно следить за то, что мы едим, как мы едим. Не надо ограничивать себя в сахаре. Если, конечно, нет сахарного диабета, я сейчас говорю очень аккуратно, чтобы потом не было, что у меня там сахарный диабет, а Татьяна Юрьевна сказала, что мне можно есть сахар. Нет. Но сам по себе сахар есть и во фруктах. Печень вообще уникальный орган, который компенсаторно восстанавливается. Достаточно пересадить маленький кусочек ткани, она восстановится, вся печень вырастет. Но печень, например, любит фрукты. И вот если уже есть виноград, не надо есть желтый виноград, он обработан. Самый правильный виноград – это черный виноград, если говорить о сухофруктах. Темная курага, светлая курага, она обработана. Вот темная курага, такая коричневая. Компоты, варите компоты, делайте всевозможные... Например, соки, я тоже говорю, не надо никогда злоупотреблять соками. Потому что мы почему-то считали, что мы заболели, и нас надо срочно поить соками. Да ничего подобного. Максимум рекомендуется полстакана воды на полстакана сока. И то после еды, чтобы поджелудочную не сорвать. Потому что поджелудочная, она привыкла работать и вырабатывать определенные ферменты. А тут с утра натощак мы начинаем вдруг пить соки ни с того ни с чего. И все, и просто все разбалансируется. Поэтому понемножечку, постепенно мы должны питаться правильно. Должны контролировать массу тела. Оптимальная диета с учетом, соответственно, у каждого своя. Например, если печень страдает, это пятый стол. Мы ограничиваем жирные продукты, жареные, шоколад и так далее. Да, есть специально сбалансированное питание, которое содержит белки, жиры и углеводы. Например, компания «Нутриция» нас поддерживает, но она нам обеспечивает трансляцию, благодаря чему нас смотрят все регионы. Конечно, это очень важно. Но посмотрите, если говорить об энергетической недостаточности, она может наблюдаться при различных злокачественных образованиях. Это и желудочно-кишечный тракт, и опухоли головы, и шеи. И даже при раке молочной железы, не говоря при опухолях легкого. Потому что пациенту, получая химиотерапию, возникает белковая недостаточность. И сама по себе болезнь, ее лечение увеличивает потерю мышечной массы. И очень важно, тут немножечко съехало, но мы это учтем при следующей трансляции. В процессе противоопухоли лечения, это может и хирургическое лечение, и лекарственная терапия, и лучевая терапия. Посмотрите, значимая потеря массы более 10 килограмм. Это можно посчитать, если вы весили, например, столько-то. Мы все учились в школе, мы можем считать эту пропорцию. Сколько мы весили до болезни, сколько мы весим сейчас, и сколько процентов это составляет. Так вот, если это потеря массы более 10%, это уже серьезно, и это возникает практически у половины процента больных. И это уже, видите, всегда еще 95-го года бьют во все колокола, что в ряде случаев выражена ненатуритивная недостаточность. А это и низкий кемоглобин, и это астенизация, и кахексия не позволяет осуществлять необходимое лечение. Это за рубежом говорят о том, что бьют не только у нас в России, насколько это важно. И сама по себе потеря веса, неконтролируемая потеря веса, а хуже всего, когда мы сами ее усугубляем, создавая себе ложные диеты на основании мифов, которые мы подчерпываем из интернета, что, видите, и ухудшается переносимость, если мало едим белка. И возникают осложнения проводимого лечения, хуже происходит восстановительный послеоперационный период, если у нас недостаточно белка в организме. Ограничение возможностей, безусловно, и современных методов лечения, когда нам нужен нормальный гемоглобин или, по крайней мере, стремление к тому. И в лечении риска инфекции, опять-таки, все это связано между собой, потому что у нас недостаточно работает иммунитет. Посмотрите, как многое зависит от того, недаром же им говорят, что человек – это то, что он ест. Особенно, когда человек, возникает злокачественное образование, он как никогда нуждается в сбалансированном питании и особенно обогащенное белком. Ну вот наши онкологи и специалисты-реабилитологи, и у нас это практически мы все анализируем, недостаточность питания, вес, рост. Вы все госпитализируются на отделении, вас всех измеряют, спрашивают, какой у вас рост, какой у вас вес. Это нужно для того, чтобы действительно понять, насколько вы нуждаетесь, во сколько у вас проблемы, связанные с недостаточностью питания. И вот саркопения – это, так называемая, по сути, потеря мышечной ткани. Патологический процесс, возникающий в результате мышечной атрофии. Мышечные волокна истончаются, их количество уменьшается, иногда полностью исчезают. Саркопения часто развивается у онкологических пациентов, потому что большая потребность в белке, которая должна быть компенсирована. Но не надо ее усугублять, я это много раз буду говорить, диетами. Что же делать? А вот нужно начинать своевременную нутритивную поддержку. И на сегодняшний день лечение онкологических больных невозможно без применения специализированного питания. Когда я говорю на своих приемах, вам нужно медицинское питание, они говорят, а зачем я нормально ем? Меня жена нормально кормит, я съедаю тарелку супа, я съедаю котлету, я съедаю салат. Этого недостаточно. Потому что именно микроэлементы не всегда, и зимой у нас сейчас, например, нет в таком количестве, ну даже, я не знаю, даже ту же клюкву, бруснику, да, мы можем заморозить, мы можем есть, но в ряде случаев тот же стоматит – это кислятина, которая разъедает эти язвы. А вот в этих бутылочках, которым надо постепенно, в этих бутылочках дается такая соломинка. Или можно соломинкой отлить куда-то в стаканчик или в трубочку и по чуть-чуть начинать, чтобы поджелудочная привыкала к количеству. Но не надо прям взять, я сказала, Татьяна Юрьевна, надо вот, сказала, две бутылочки три раза в день, да, выпил две бутылочки, сразу диарейт, что ничего не усваивается. Да, оно не усвоится, у нас ферментов нет, которые бы позволяли усвоить это питание. Понемножечку, чтобы поджелудочная начинала работать, она привыкла, привыкала и по нарастающей. И тогда это польза для организма. Быстрее происходит, лучше переносится химиотерапия, лучше происходит восстановление, и в том числе и от… и меньше риск фибрильной нитропинии. То есть на фоне нейтрофилов, когда присоединяется инфекция, если мы получаем вот это вот сбалансированное питание. И что такое ингрессивная поддержка, собственно, да, но я еще хочу сказать, вот эти вот бутылочки, а их много, это аптечное питание, много разных фирм, это можно спросить у вашего лечащего доктора, что бы он рекомендовал. Но просто многие говорят, Татьяна Юрьевна, мне вкус неприятен. Ничего страшного, берете, добавляете немножко в йогурт, берете, добавляете немножко в кашу, в творог, или в конце концов, знаете, можно как, вот взять пакетики из-подо льда, туда налить по чуть-чуть, и заморозить, и сосать, как вот, знаете, как такие ледышки. И если есть томатит, как-то немножечко полегче будет. И мы привыкли, в мороженое можно добавлять вот это вот питание. Вы должны подстраиваться, и вот эти вот всевозможные бутылочки, в том числе нутри-дринк, они подстроены под инверсию вкуса на фоне химиотерапии. И самое важное, что вот это специализированное питание может быть дополнительным, единственным источником энергии для человека. Но это само по себе вот эти бутылочки, они не заменяют питание. Дополнительно к тому, что вы едите. Вот вы съели завтрак, да, с трудом, да, отвратительно, не лезет ничего, но понемножечку съели, и увеличиваете дозу до двух бутылочек за один прием пищи. Вот то, что я говорила, это так называемое сиппинговое пероральное питание, то есть через внутрь. Есть, да, конечно, противопоказания. Если это сахарный диабет, конечно же, нужно учитывать и уже с врачом-эндокринологом обсуждать, сколько возможно вот этих хлебных единиц в бутылочке, например, вот, которая здесь представлена, три хлебные единицы. И вот то, что я говорила, ну, не лезет эта отвратительная бутылочка, так мне кажется пациентам, и они правы, потому что инверсия вкуса. Так добавьте ее в мороженое, заморозьте себе, добавьте, сделайте в салат, добавьте, да, в коктейли, в кашу. Но надо, вы понимаете, что питание – это тоже лечение. И нельзя говорить организму, он не хочет есть, я не буду тебя кормить. Нет, надо сказать, да, мне тяжело, и тебе тяжело. А давай сделаем так, давай поможем друг другу. Ты начнешь есть, и ты мне поможешь, и я тебе помогу. Потому что, еще раз говорю, организм – это биологический компьютер. Если вы сами не можете его перезагрузить, обратитесь к психологам, они вам помогут. Но самое важное, вы должны понимать, что вы работаете для себя. Чем еще можно помочь? Ну, вот то, что я говорила, что движение – это жизнь. Да, тяжело, вот уже, вот иногда бывает, ну, любому человеку так иначе присыпаешься, уже не встать, темно на дворе, еще утро, солнца нет. Но, тем не менее, даже то же самое подтягивание, даже наклоны вперед на растяжку уже дает организму уже такой сигнал, что да, движение началось, движение, уже жизнь началась, и все, все меняется. А самое главное, попробуйте просто с утра проснуться и улыбнуться. Даже вот гримаса улыбки уже настраивает организм на позитивный лад. И, конечно, вот важно, и об этом все говорят, что возвращение к привычной активности, возобновление физических упражнений, как можно раньше после хирургического лечения, в том числе и касается заболевания молочной железы, доказано, улучшает прогноз заболевания. И вы сейчас цифру уже посчитали, да, что 150-180 минут активных физических упражнений в неделю. Но, опять-таки, это не значит, что надо всем набрасываться и плавать, да, или же что-то еще. Все должно быть... Почему всегда вот в моих консультациях и врачей нашего центра написана консультация врача ЛФК? Индивидуально под вас будет разработана та программа и степень разработки тугоподвижности сустава. Если есть нарушение иннервации, скажут, какие упражнения нужно делать. А если есть еще и проблемы психологического характера, наши медицинские психологи помогут сделать все возможное, чтобы мы максимально быстрее вернулись к привычной для вас жизни. И мы, врачи, в этом очень заинтересованы. Благодарю за внимание. Продолжение следует...